Ребята, всем большой привет! Это то самое долгожданное видео, в котором я расскажу вам про абсолютно все формулы объемов во всей стереометрии. Начну с того, что абсолютно все фигуры можно отнести либо к первому, либо ко второму, либо к третьему типу фигур. Что это за типы фигур? Давайте с вами разберемся. Если вы просмотрите это видео до самого конца, то вы поймете, почему я сначала начал говорить именно про третий тип фигур, а не про первый. Третий тип фигур это такой тип, у которого есть какое-то нижнее основание, есть точно такое же верхнее, например, треугольная призма, четырехугольная призма. Цилиндр тоже можно отнести к этому типу фигур, потому что у него есть нижнее основание, да, в основании у нас лежит окружность, и есть точно такое же верхнее основание. Есть один очень важный момент. Все призмы, которые я нарисовал, они у нас вот такие вот, соответственно, прямые. То есть у нас ребра образуют плоскость основания, угол 90 градусов. На самом-то деле, если мы вместе с вами возьмем и представим какую-нибудь одну из существующих призм, ну, например, вот какую-то наклонную треугольную призму, то у меня это тоже можно отнести к этому третьему типу фигур. И, наверное, вы догадываетесь, то, что формула объема для этого типа у нас будет просто площадь основания необходимо умножить на высоту. Давайте запомним это и пока на этом остановимся. Наверное, вы уже догадались, то, что если мы проговорили про призмы, нам нужно поговорить про пирамиды. Например, треугольная пирамида, четырехугольная пирамида и любая, в принципе, н-угольная пирамида. Если к этому типу у нас относился цилиндр, то можно по аналогии сюда отнести конус. Когда мы добавляем вместе с вами угол какой-то, да, вот четырехугольник, угол 90 градусов. Если мы вместе с вами нарисуем какой-то пятиугольник, то уже у нас угол, насколько я помню, 108 градусов будет. Если мы нарисуем, соответственно, шести какой-то угольник, то у нас угол будет уже 120 градусов. То есть, с увеличением каждого, соответственно, ну, дополнительно одного угла в нашей фигуре у нас случается вот такое вот плавненькое закругление. Здесь был угол прямой, здесь уже немного покруглее, здесь еще круглее. Знаете, как телега, которая едет, она стачивается. С каким-то увеличением количества углов, то у нас уже просто-напросто края очень сильно закругляются. Именно поэтому мы и можем конус отнести этому типу фигур, а цилиндр этому типу фигур. То есть, если сказать очень простым языком, у нас есть какое-то нижнее основание, и верхнее основание у нас просто-напросто сходится в точку в абсолютно всех вот этих вот фигурах. И формула площади у нас следующая, точнее формула объема. Нам необходимо площадь основания умножить на высоту, да, но только разделить на тройку. Ну, то есть, как будто одну площадь основания умножить на высоту, разделить на три. Почему одну? Сейчас тоже расскажу. Наконец, второй тип фигур. Я думаю, все из нас когда-нибудь играли, например, в боулинг или бильярд, и уже понимают то, что это у нас касается шара. Если просто тупо посмотреть на формулу объема шара, то она у нас следующая. 4 πr в кубе, деленное на 3. Но это видео создано для того, чтобы показать вот некую закономерность и красоту математики. На всякий случай скажу для всех тех, кто хочет мне написать интересный комментарий. Я не претендую на должность ученого математики. Это просто обычное мое решение, которое я хотел показать для того, чтобы вам дать красоту, повторюсь, математики. Давайте вспомним, что такое площадь нашего осевого сечения. В осевом сечении мы получаем окружность с радиусом r, и получается у нас формула πr в квадрате. Сотру эту фигуру для того, чтобы показать вам вывод. То есть π умножить на радиус в квадрате, это у нас площадь осевого сечения. Ну, напишу как будто площадь ос, как будто площадь основания для закономерности. Высота всей нашей фигуры это радиус плюс радиус, то есть два радиуса или диаметра. Давайте напишем то, что h, это у меня два радиуса. А теперь внимательно посмотрите на это выражение. 4 это 2 умножить на 2. π так и оставляю без изменения. Радиус в кубе пишу как радиус умножить на радиус умножить на радиус, и все мы это делим на тройку. Два радиуса у меня дают как бы высоту нашей фигуры. А πr в квадрате у меня становится площадью основания, то что мы уже и записали. И вот это вот выражение мы можем представить немного в другом виде. Нам необходимо 2 оставить, площадь основания, ну как бы осевого сечения, высота и тройка. То есть получается, что объем нашего второго типа фигур это две площади осевого сечения на высоту шара разделить на 3. Я согласен, что такое обозначение не особо любят записывать. Но посмотрите, пожалуйста, первый тип фигур, который мы с вами назвали, это единица площадь основания на высоту разделить на 3. Второй, соответственно, тип фигур, это две площади основания на высоту разделить на 3, но не площадь основания и высота, но площадь осевого сечения и высота нашей фигуры. А третий тип фигур, ну для красоты можно подписать здесь троечку и здесь тоже. И получается у нас вот такие вот три очень закономерные формулы, три вполне понятных типа фигур, ну и как вывод, просто любовь к математике. Я записываю это видео уже почти ночью, потому что сегодня весь день вел занятия для своих учеников, поэтому мне, наверное, такой потрепанный вид. Но очень сильно хотелось для вас не пропускать сегодня день контента и записать такое длинное видео. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно напишите, что думаете по поводу этих трех формул в комментарии, приветствую даже конструктивную обратную связь. Если вы с чем-то не согласны, напишите тоже туда, я обязательно прочту и постараюсь ответить каждому из вас. Ну и встретимся вместе с вами в других видео.